Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно. Начинаем мы ее с опроса. Опрос простой. Как вы считаете, жизнь наша вернется к прежнему? Ну, может быть, не уровню, но, по крайней мере, стилю жизни. Варианты. Да, конечно, вернется. Куда же денется-то? 8, 495, 134, 27, 35. Второй вариант. Нет, точно не вернется. 8, 495, 134, 27, 36. Стиль жизни чьи-то еще такое. 495, 134, 27, 37. Еще раз повторяю. 134, 27, 35. Все вернется к осени, все будет нормально, все будет хорошо. 134, 27, 36. Не-не-не-не-не-не. Старой жизни не будет, жизнь придется по-новому. Жизнь будет, может быть, хуже, но веселее. Ну, и, наконец, 134, 27, 37. Это, соответственно, стиль жизни. Это вообще не по мне. Я живу сегодняшним днем. Что там происходит завтра? Это за пределами моего миропонимания. Вот такие примерно варианты. Значит, к этой теме мы еще вернемся, пока народ голосует. А я скажу несколько слов о состоявшемся у нас, не боюсь этого слова, голосовании за Конституцию. Значит, я не буду ничего комментировать, хотя уже там интернет, эти самые анонимные интернет-каналы и прочие разные, анонимные телеграм-каналы и прочие-прочие, переполнены разными комментариями. Вернулось слово «транзит» и прочие разные странные слова. Вот меня это совершенно не волнует, поскольку это все к реальности не имеет никакого отношения. А я скажу только свое собственное ощущение, что если проценты голосов «за» и преувеличены, то совсем не сильно. Ну, то есть, может быть, не 78, может быть, 73. Ну, хорошо, ладно, 69. Но не меньше. А вот явка может быть и завышена. Насколько опрос сложный в разных регионах? По-разному. Но, в общем и целом, были силы, которые вот эту цифру сильно натянули. Если, как бы, смотреть на это с точки зрения такой общей, это означает то, что уровень, количество людей, которые сильно недовольны текущей ситуацией, выросло. Но они не понимают, где мы живем, в какой ситуации находимся и как бы дальше. И по этой причине высказывать свое мнение не хотят. Им просто, ну, как бы, им пока сказать нечем. Значит, на этом, соответственно, я думаю, что можно уже заканчивать голосование. Значит, результат у нас получился вот какой. 25% считает, что все вернется на круги своя. Но вот последняя циферка неожиданно выскочила, там, 24. А нет, 71%, то есть почти три четверти. И 5% считают, что в той... Спасибо большое. Мне водички принесли, потому что душновато было, пересохло горло. Значит, что это все означает? Ну вот, я сегодня написал текст, который как раз этому вопросу, посвященному, на Авроре уже вышел, на Хаазинру. Но хотелось бы его, так сказать, более подробно обсудить. Смысл этого текста в следующем. В общем и целом, кошмар закончился. А отметим, что кошмар имеется в виду самоизоляция, карантин, называйте как угодно, которая была всюду, и в Соединенных Штатах Америки, и в Западной Европе, и в Китае тем более. И, соответственно, у людей вот это вот напряжение спало, и у них появилось непреодолимое желание, чтобы все вернулось к некому счастью. Ну, а на самом деле, счастья не было. В нашей стране экономический спад продолжался более-менее постоянно. Но тут уже, но люди уже начинают жить по принципу известного старого анекдота про еврея, у которого была очень тяжелая жизнь, который, соответственно, пришел к раввину и говорит, Рэби, что мне делать? Он говорит, ты знаешь, возьми в дом козу. Он говорит, да мне и так уже тут дети, тещи, еще чего-то. Возьми в дом козу. Вот взял, приходит через месяц и говорит, Рэби, совсем плохо. Возьми в дом корову. Рэби, ну возьми. Берет корову, проходит еще месяц, он приходит, уже все, падает. Убери корову и козу. Тут выходит на следующий день Рэби, какое счастье. Вот мы сегодня находимся в этом состоянии локального счастья. Но суть от этого не меняется. Перед нами стоят очень серьезные изменения, очень негативного толка. Причем основной удар придется как раз по людям, которые считали себя, ну, относительно успешными. То есть по среднему классу. Ну, в нашей стране средний класс не очень большой. На Западе он сильно больше. Но в любом случае на этих людей денег больше нет. И когда закончатся всякого рода выдачи, когда экономика начнет приходить в свое естественное состояние, то начнутся очень большие проблемы. Я, к слову, напоминаю, что сегодня с 7 часов вечера до 10 я делаю очередную, которую раз в три недели, онлайн-лекцию, на которой как раз буду рассказывать о масштабе предстоящего спада. Да, это как бы это лекция по материалам воспоминаний о будущем и заката империи доллара, но я это буду говорить, как это, человеческим языком. И, соответственно, на лекцию можно записаться, ну, просто зайти там на сайт Hazen.ru или на Аврору, или на fondmx.org и, соответственно, записаться. Напоминаю, сегодня в 7 вечера. То есть если кто-то до 7 вечера не успеет, то уж извиняйте. Так вот, невозможно остановить этот процесс. Но люди психологически не готовы так долго терпеть. То есть они очень хотят хоть какого-то позитива. Позитив не до конца. А те, кто привык ездить за границу, скорее всего, до Нового года так никуда и не уедут в этом году. То есть, может быть, можно будет ездить в командировке. Преимущество, разумеется, будет у тех, кто является резидентами западных стран, то есть с видом на жительство или с гражданством. Напоминаю, что это как раз те люди, которые теперь не могут у нас в стране играть какую-то роль. Но, кстати, если вдруг пойдет вторая волна, а в Северную Италию она уже пошла, и в Испанию, или только в Испанию, то в этом случае все равно все закроют. То есть, в общем, надо пытаться искать развлечения внутри страны. Но главное не это. Главное то, что люди категорически не хотят получать сегодня негативные новости. Потому что уровень негатива, который привел людей в состояние тяжелой депрессии, зашкаливает. И это крайне опасная ситуация. Ну, просто вот запредельно опасная с точки зрения социально-политической ситуации. Я уже говорил о том, что президенту России осталось очень мало времени, буквально две недели, для того, чтобы продемонстрировать обществу однозначно, что он радикально меняет курс. Если он это не сделает, он во второй раз попадет в ловушку 2018 года с НДС и пенсионной реформой. И что будет тогда вообще непонятно, потому что осенью, когда экономическое положение будет ухудшаться, могут произойти самые разные эксцессы. И давайте отдадим себе в этом отчет. Если не будет радикально изменена экономическая политика, что требует тотального изменения политики правительства и радикальной смены кадров, как в правительстве, так и в Центробанке, никакого экономического роста быть не может. Просто потому, что современная модель, а правительство современное, вся его структура управления именно под эту модель адаптирована. То есть, если вы просто замените 20% людей, или 30% людей, или даже 60% людей, это правительство все равно воспроизведет ту политику, под которую оно было заточено. Тут надо принципиально менять структуру, надо перетасовывать министерства, надо радикально менять управление, надо радикально менять тех людей, которые сидят на структурных должностях. Ну, там типа руководителей секретариатов, руководителей канцелярий, которые определяют документы оборота и так далее, и тому подобное. Кадровиков. Вот. И это абсолютно объективная ситуация, с ней ничего нельзя сделать. Так вот, если соответствующие меры не будут приняты в течение, ну, скажем, условно, ближайших двух месяцев, то мы войдем в осень с той же экономической политикой и с еще большим экономическим спадом. И вот что будет тогда, уже абсолютно непонятно. Причем, что характерно, такая ситуация сейчас всюду. Ну, в Соединенных Штатах Америки, как мы видим, дело идет к тому, чтобы любой ценой не признать выборы легитимными. То есть демократы четко понимают, что у них сегодня кандидата нету, ну, потому что Байден, ну, как бы вот я прочитал в интернете сегодня, да, люди, которые смеялись над анекдотами про Леонида Ильича Брежнева, они на Байдена смотреть не могут. Ну, потому что Байден это, ну, как бы как Леонид Ильич Брежнев был карикатуры на нормального руководителя в последние годы жизни, так Байден это карикатура на Леонида Ильича Брежнева, потому что у Леонида Ильича все-таки старческого маразма не было. То есть он себя плохо чувствовал, он плохо говорил, но у него не было ни потери памяти, ни потери адекватности до последних дней. А с Байденом, судя по всему, это происходит в полном масштабе. И по этой причине, ну, у демократов сейчас есть два варианта. Вариант первый, нужно делать так, чтобы выборы Трампа не признало как минимум половину населения Соединенных Штатов Америки, либо же надо делать так, чтобы был не Байден. Представьте себе на секундочку, что Байдена хватит инсульт за три дня до съезда Демократической партии. И, соответственно, от его имени будет сказано, что он, если он жив останется, что он подает в отставку в связи с состоянием здоровья. И у всех депутатов Демократического съезда появляется возможность голосовать свободно. Тут-то, соответственно, и появится, как чертик из кавакерки, некий новый кандидат. Другой вариант этого нового кандидата выставить вице-президентом при Байдене, но тут есть проблема, которая состоит в том, что Байдену, если он будет избран съездом демократов, то ему придется участвовать в дебатах, открытых с Трампом. Ну, вы себе это зрелище представляете? Это же душераздирающее зрелище. Вот. И по этой причине ситуация там идет с невероятным накалом. Значит, возвращаясь к нашей стране. Ну, вот в последнее время довольно много рассуждений о том, что надо придумать манифест такой социально-политико-экономический. Собственно, там разные группы этот манифест пишут. Первыми написали Глазьев и Малафеев. Сейчас там мы тоже пишем, как и полагается. Ну, мы там много народу. Но дело в том, что мы просто очень активно сейчас занимаемся очень важной темой, как мне кажется, созданием ассоциации некоммерческой экономики. Дело в том, что с точки зрения философской, основная проблема экономической мысли в том, что она слишком уперлась в то, что экономика должна приносить прибыль. Никому не приходит в голову та модель, которую, собственно, изначально пытались сделать в СССР. Именно изначально. А то есть экономика, как основная цель которой удовлетворять общественные потребности потребности и не получать прибыль. Да, что-то не получается, что-то еще чего-то, что-то не получилось. Но, тем не менее, тема эта очень актуальна. В нашей стране существуют до сих пор разные формы некоммерческой экономической деятельности, хозяйственной деятельности. Простейший вариант – это употребительская кооперация, это кредитные кооперативы, то, что в советское время называлось кассой взаимопомощи и т.д. и т.п. – это все рабочие инструменты, которые, однако, работают слабо. И вот мы хотим к этому направлению привлечь максимальное внимание. Потому что в хозяйствовании без цели получения прибыли в условиях местного, грубо говоря, даже именно не регионального, а местного уровня, оно представляется абсолютно разумным. Вот. А у нас эта тема на фоне вот этого вот правого либерализма, она как-то в 90-е и 2000-е годы была ликвидирована. А надо бы восстанавливать. Вот. И по этой причине, я думаю, что в течение месяца все эти меморандумы так или иначе появятся. Но, опять-таки, для того, чтобы их можно было реализовать, нужно очистить место от либералов-прихватизаторов. Пока они сидят, все бессмысленно. Потому что у них экономика, не хочу сказать, что коммерческая, у них экономика приватизации. То есть все активы и все бюджеты принадлежат конкретным чиновникам, и эти конкретные чиновники не собираются никого туда допускать. Вот это вещь, которая на сегодня мне представляется принципиальной. Но в любом случае, этой осенью, жизнь наша будет радикально меняться. Может быть, в лучшую сторону, может быть, в худшую. Но возврат к той ситуации, которая была, условно говоря, до Нового года, невозможен. Аналогичная ситуация на Западе. Но на Западе это еще и подкрепляется невозможностью возврата в условия, пусть относительного, но социального мира. И по этой причине я очень хорошо понимаю вот эту вот внутреннюю мотивацию людей. Ну, то есть очень не хочется, очень хочется отдохнуть, очень хочется отойти от этой депрессии. Но давайте смотреть правде в глаза. Этого не будет. Я это очень хорошо вижу, ну, потому что, в большом счете, Аврора, Фонд экономических исследований Михаила Хазина и все наши дружественные структуры, это структуры, которые занимаются информацией. То есть мы пытаемся информировать людей. Я четко совершенно вижу, что последние 2-3 недели, ну, собственно, вот как началось вот это вот снижение вот этого вот коронавирусного ужаса, люди начинают двумя руками отталкивать любую информацию. Типа, ну, пожалуйста, ну, не трогайте нас, ну, дайте нам, ну, хотя бы недельку, ну, хотя бы две, ну, хотя бы месяц. Я это очень хорошо понимаю. Вот мне пишут, сейчас же лето, кто же этим будет заниматься, все отдыхают. Ну, мы же все понимаем, что отдыхать невозможно, потому что жизнь тяжелая, потому что, соответственно, осенью все будет радикально меняться, и поэтому хотя бы краем глаза за ситуацией нужно следить. Ну, еще и потому, что масштаб пропаганды, которая снова идет в интернет, я, слава богу, газеты не читаю, телевизор не смотрю, но он идет совершенно тотальный. И если вы посмотрите, то увидите, те, что ужасно интересны, есть достаточно скучная и, в общем, безграмотная пропутинская пропаганда, и в том числе с госканалов абсолютно такая вот русофобско-антипутинская. Ее не всегда видно, потому что она прикидывается ловко. Но давайте отдадим по себе отчет в том, что вот эта вот либеральная пропагандистская машина, она работает крайне эффективно. Мы это хорошо видим по американской ситуации. Я даже у себя на ленте Фейсбука несколько нашел текстов, их разместил, очень смешных, потому что там грубо говоря, значит, какая-то наша тетенька беседует, она, значит, учит испанский и в Скайпе беседует с мексиканкой. И эта мексиканка, которая там чуть-чуть за 30, она рассказывает, какой ужас принимают в Соединенных Штатах Америки вот эти вот так называемые антироссийские компании, потому что на самом деле одно и то же, это замена шила на мыло, то есть по всей видимости англосаксонская цивилизация по сути своей... Вот кого именно дискриминировать, это им совершенно все равно. Ну вот сейчас они дискриминируют белых, сейчас они дискриминируют женщин, объясняя, что, соответственно, слово женщины нельзя произносить, сейчас они дискриминируют семью как таковую, ну и так далее и тому подобное. Вот, и еще одна история, я уж ее расскажу, поскольку она такая замечательная, у меня есть знакомый в городе Сочи, у которого есть парикмахер, армянин, молодой, который приехал в Сочи, там лет 5-6 тому назад, женился на русской девочке и решил, соответственно, поехать к родственникам Соединенные Штаты Америки. Этот вот мой товарищ его уговорил этого не делать, не надо этого, ну подожди, вот так-то, 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 за эти годы, там 4 или 5 лет, они там как бы купили квартиру, там, народили какое-то количество детей, это не важно, важно, что значит, вот несколько дней тому назад, это мой товарищ стрижется, и ему его, значит, прикмахер говорит, вы знаете, все мои родственники армяне в США все продают, рестораны, квартиры, дома, все, магазины свои и бегут в Армению. Как вы сами понимаете, армяне, они в силу обстоятельств тонко чувствуют, поэтому вот есть мнение, что ближайшие 2-3 года в Соединенных Штатах Америки будет жарко, а тут как бы вот за что купил, за то и продаю, поэтому ничего комментировать не буду, но сама по себе эта ситуация, мне кто-то пишет, как вы самокритичны-то про путинскую, я не очень понял, а при чем здесь самокритичны, я вообще пропагандой не занимаюсь, это мое дело, мне это неинтересно, вот, так что вот такая вот ситуация, я думаю, что надо все-таки попытаться внимательнее смотреть за тем, что происходит вокруг и в мире, потому что мы живем в ситуации, которая может меняться крайне быстро, и даже два месяца передыха может достаточно дорого стоить, и вам лично, и вашему бизнесу и семье перерыв на новости. Возвращаемся в студию, микрофон и Михаил Хазин, начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил из Борфики. Смотрите, пожалуйста, можно ли объединить дикторами конституции консервативной ценности социальным антиститизм и антикоммунизм социальностью и русофобией? Получилось очень смешно. Значит, как показывает опыт, объединить вещи, которые относятся к разным идеологическим базовым вещам не получается. То есть, когда вы хотите написать реальные такие вот консервативные ценности, которые касаются справедливости, которые касаются развития человека и еще чего-то, со всякого рода либеральными ценностями вроде свободы и демократии, вы немедленно натыкаетесь на противоречие, потому что немедленно появляются люди, которые считают, что их как бы право на свободу. Значит, понимаете, в чем дело? Не существует разумного механизма определения курсов на сегодня, потому что если бы этим занималось государство, оно могло бы разработать политику. Ну, например, мы регулируем курс так, чтобы облегчить жизнь экспортеров или импортеров или внутренних производителей или еще кого-то. Сегодня государство от такой политики отказалось. В результате в реальности курс определяется влиянием нескольких скорее всего есть такое серьезное подозрение, к сожалению, доказательств нету, поскольку доказательства в этом случае может дать только суд, а у нас даже уголовного дела по этому поводу не открыто, коррумпированных структур, связанных с Центральным Банком. Скорее всего, это банкиры, которые наживаются на спекулятивных операциях. Но бывают периоды, когда у нас в основном наживаются на операциях типа Carry Trade. В этом случае у нас год, а то и даже больше курс рубля стоит стеной и даже растет относительно долг. К сожалению, прочитать тут нечего, потому что это чисто коммерческая деятельность. По этой причине, к сожалению, должен вам сказать, что единственное, что я могу посоветовать, это, соответственно, по возможности высказывать свои требования в рамках общественной деятельности к тому, чтобы государство начало, наконец, формировать свою валютную политику. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. А можно там выключить? Да, все, спасибо, извините, ради бога. Михаил Леонидович, знаете, просто вот один вопрос к вам такой, чисто такой, может быть, пустой. Знаете, вот хорошо, будет если плохо даже нашей стране, а что, либералам будет лучше? Они как гадили, так они и будут гадить, они куда не денутся. А что их задерживает в этой стране? Вот я понять не могу. Очень просто, потому что большая их часть вообще, в принципе, работать не хотят. Как это? Человек ищет, где лучше, человек ищет, где рыба, сейчас, рыба ищет, где глубже, а человек, где рыба. Вот. Так вот, соответственно, либералы, это люди, которые ищут, где рыба, в смысле, где деньги, и как бы вообще не склонны думать о том обществе, в котором они живут. Да, у них в 90-е, 2000-е годы у них было ощущение, что они могут уехать на Запад. Сегодня больше их часть, ну, за исключением тех, кто отработал на Запад настолько хорошо, что у них ничего не будет конфисковано или будет конфисковано только частично. Но таких мало. Все остальные, ну, либо они как бы считают, что их просто не заметят. Но, понимаете, у меня просто есть по этому поводу достаточно грустная история. Еще в конце 80-х у меня был товарищ, у которого был, я даже не помню, то ли друг, то ли родственник, какой-то человек, связанный со всякими внешторговскими делами, и он ухитрился заработать несколько миллионов долларов еще до распада СССР. То есть, это оказалось абсолютно цифрой, которые, ну, просто вот, ну, вот абсолютно, даже их себе представить нельзя. И он мне рассказывал, что этот товарищ понял, что продолжать нельзя, потому что могут быть эксцессы. И он, грубо говоря, 4 миллиона долларов у него было, у него на миллион долларов он купил себе виллу на Кипре, и, соответственно, 3 миллиона положил в банк и говорит, ну, теперь мне процентов хватит на то, чтобы жить оставшиеся, там, 40-45 лет жизни, выучить детей и так далее. Ну, вот просто прикиньте, да, то есть, не то, что 40, да, ему, скорее всего, и на 10-то не хватит. Вот, очень большого количества людей, которые вместе с деньгами решили сбежать из нашей страны, будут очень большие проблемы. А те, которые останутся здесь, им начнут задавать вопросы, во-первых, откуда деньги, а во-вторых, а что ты делаешь для страны, для общества? Я не знаю, что они будут делать, вот просто не знаю. Вот так вот. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил Сергеевич. Сергей Алексеевич, вот в свете ваших слов о том, что вы ожидаете радикальных перемен в ближайшие, там, два месяца, может, три, как вы расцениваете слова президента, сказанные ему 2 июля, о том, что Россия находится еще в стадии формирования, становления, нам нужны внутренние стабильности, говорит он, и время для укрепления страны всех институтов. Вот эти слова вписываются в ваши ожидания? Ну, вообще говоря, в нашей стране фраза об укреплении институтов в 30-е и 40-е годы это означало тотальный смена кадров, что надо укрепить институты. Поэтому я бы эту фразу Путина ее бы воспринимал ну, как бы разными способами. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Добрый день, Михаил Ленин. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Подскажите, меня зовут Виктор. А вы откуда? Никак не могу ни от кого услышать. Это исполняется 25 лет, когда Великая Ложа России была окупирована в институте и сессии. Вот меня интересует организационная права и форма собственности этой организации. И кто ее свидетель, кто состоит, чем она занимается. Почему вы меня-то об этом спрашиваете? Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, Михаил Ленин. Меня Михаил зовут, Москова. Да. У меня такой вопрос. Смотрите, я вот на самом деле не первый раз слышал вот в этом конечном слова о том, что если Путин сейчас, завтра, вчера не поменяет радикальный курс, то стране будет очень больно. И вот годы идут и собственно ничего не меняется. Я в принципе с вами согласен тезисно. У меня вот вопрос. Он сочетает ощущение, что Путин он либо реально этого просто не понимает, что если завтра не поменять, то будет вот прям плохо. Либо тогда, может быть, он действительно не решает вот так уж все прямо нам преподносит в тех же центральных каналах. Давайте смотреть, да. Дело в том, что, во-первых, он, конечно же, не все решает. Ну, просто смешно. Даже, вы знаете, вот есть вообще целая куча легенд о динозаврах. Ну, например, типа Сталин все контролировал. Значит, Сталин стал относительно контролировать, относительно это значит, что он мог в любом государственном институте сменить руководителя. не политику, не политику, не результаты добиться, а просто сменить руководителя. Вот эта ситуация стала только в 1938 году. До этого он даже этого не мог, поскольку это было ограничено разными объективными обстоятельствами. У Путина тоже есть колоссальное количество обстоятельств. Что-то он может, что-то он может сделать только с очень большими усилиями, что-то он в принципе не может сделать или пока, или вообще. И по этой причине говорить там, что он должен быстро сделать, это смешно. Ну, так не бывает. Вот. А что касается того, что ситуация критическая, ну, вот как бы целая куча есть косвенных данных, и я про это и писал, и говорил о том, что Путин понимает, что происходит. Я объяснял, что вот в этом году сейчас ситуация подошла к критической точке. Если ошибки предыдущие стоили угроз для страны в целом, ну, действительно, да, то некоторые ошибки Путина стоили ему очень сильно его положение, потому что 18-й год с пенсионной реформой и с повышением НДСа стоил ему очень дорого с точки зрения его авторитета в глазах общества. Ну, собственно, его статус катехон был утерян. И именно по этой причине вся эта история с Конституцией. Дело в том, что я тут сейчас скажу свое мнение. Вопрос, кому было нужно это голосование? Это голосование было нужно не народу, который, в общем, имеет некоторую оппозицию. Это голосование было нужно не западникам, потому что западники в любом случае официально бы сказали, что были фальсификации. Независимо от того, были они или не были. Это не важно. Это их принципиальная оппозиция. Аналогично сторонники либералов в нашей стране всегда скажут, что это голосование нелегитимное и не соответствует реальности. Это голосование нужно Путину для того, чтобы сплотить вокруг себя своих потенциальных союзников. Для того, чтобы им сказать, ребята, мы должны начинать войну против либералов. Либералы очень сильны, их очень много, а нас мало. Мы не очень знаем, что мы можем делать, потому что у нас нету кадров, нету концепции, нету идеологии. И не могло быть, потому что все государственные институты, которые этим занимались, контролировали и контролируют до сих пор либералы. но народ с нами. То есть, иными словами, очень узкая группа сторонников Путина сегодня должна опереться на народ для того, чтобы произвести существенную чистку элиты от ее либеральной части. Это мое личное мнение. Я не политолог, я не занимаюсь внутренними раскладами в Кремле, я вообще не знаю, кто там сегодня работает, по большей части. Ну, то есть, кто там, например, заместитель и руководитель администрации президента. Вот, пишет, 20 лет, чтобы прийти к такому плачевному результату. Это не плачевный результат, это обычное состояние любого государства, схватка между разными элитными группами. Та же картина в Соединенных Штатах Америки, та же картин в Англии. То есть, соответственно, драка по поводу Брэкзита, это не плачевный результат. И вы уж меня, конечно, простите, но Путин до такого, прямо скажем, омерзительного безобразия, как отравления Скрипалей, не опускался. Ну, то есть, вот, отдавайте себе отчет, что происходит. Вот, а и по этой причине, сообщаю, замглавы администрации Кириенко, я вам сообщаю, Кириенко первый замглавы администрации, не важно совершенно, не важно. Значит, мне-то спрашивают, Белла Златкис еще будет сидеть в Сбербанке, не знаем, не знаем, Белла Златкис совершила очень важное дело, она обеспечила семейной группе Волошину практически стопроцентный доход от либерализации рынка акций Газпрома. Вот представьте, сколько они на этом заработали, как же ее там не хвалить и не держать. Вот, а Путин сто раз говорил, что он главный либерал, язык дан политику для того, чтобы скрывать свои мысли. А, значит, я сейчас не буду спорить, еще раз повторю, я ни в коем случае не хочу говорить о том, что будет. Я говорю исключительно о том, какая на сегодня ситуация. Она очень непростая и самое главное, что принципиальная развилка произойдет еще до осени. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день, Владимир Подмосковец. Ну, вот, вы только что упомянули акции Газпрома, все это такое, и я поэтому не пошел на голосование, хотя очень ходил. Я сколько изучал вот этот проект новой конституции, там не было твердо заявлено о том, что страна принадлежит народу, то есть недра и все такое, от рыбы, леса, угли, и всего такого. И поэтому я понял, что это, в общем-то, такое довольно поверхностное действие. Как вы это объясните, что страну не вернули нам? Спасибо. Простите, пожалуйста. Я вообще не очень понимаю, что значит вернули, не вернули. Формально там написано, что высшая власть принадлежит народу, вот вам страна. В реальности эта конституция либеральная, в нее вернули большое количество консервативных ценностей. Радуйтесь. Некоторые вещи изменить было нельзя, потому что по тому закону, которое, потому что, по тому, как бы, по самой конституции первые две главы, если память не изменяет, для их изменения нужно принятие закона о конституционном совещании. То есть, это процесс очень длительный и самое главное, он уходит в бесконечность в нынешней ситуации. А надо было действовать быстро. Опять же, я свое объяснение ситуации вам предъявил, поэтому тут я больше ничего сказать не могу. Тут мне пишут, так отравление Скрипалей дело рук тех двух людей, что у Симоньян были, очевидно же. Вы знаете, вот, когда я вижу глупости, то я ничего другого сказать не могу. То есть, даже полному дебилу понятно, что дело Скрипалей это дело английских, может быть, части американских спецслужб, тех, которые контролируются демократами. Ну, вот это абсолютно очевидно. Именно по этой причине сегодня премьер-министр Великобритании Джонсон оказался в идиотском положении, потому что обстоятельства от него требуют наладить отношения с Путиным, а он не может этого сделать. Потому что для того, чтобы приехать к Путину и для того, чтобы объяснить этот приезд и своим, и для того, чтобы, ну, на такой приезд, он должен вслух сказать, извините, Владимир Владимирович, мы тут устроили провокацию и обвинили вас в деле, в котором вы совершенно не виноваты. Сказать так вслух он не может и все. А Путин не будет с ним разговаривать. Говорит, вы там это все затеяли, сами и разбирайтесь. А я здесь при чем? Вы Скрипалей отравили? Ну, давайте. Все. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Александр, город Дрюй, Москва. Я к предыдущему господину, который вам по поводу недр говорил. Тут намерение Захар Прилепин, которого я очень уважал, так же прокомментировал первый вопрос, который мы задавали. Вот вы же там в комиссии все это. по поводу нервов. Ну, вы же в 93-м голосовали, вы же выбрали. Почему нельзя было это в первую очередь? Пусть царь, ладно, будет пожизненным, но вернет народу то, что у него украли. Я еще раз объясняю. Потому что сама Конституция так устроена, что в рамках того голосования, которое было устроено, и обычным законом ее, некоторые ее части изменить нельзя. Ну что, ну, по-моему, все понятно абсолютно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Добрый день. Максим, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, а вот вообще сам Владимир Владимирович в курсе, что вы ему две недели отписали на это дело? Я знаю. Не знаю. Но я не исключаю, что в курсе. Потому что то, что я слышал по тому, что он говорит в телевизоре, свидетельствует о том, что его адекватность уж точно выше, чем у большинства его министров, вице-премьеров и других чиновников. Отсюда следует, что у него есть институты, которые ему предоставляют объективную информацию. По этой причине, может быть, и доложат. Кто знает. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, откуда у людей такой пессимизм, что 20 лет это только хуже и хуже. Я не могу понять этого. Я прожил и про социализм 30 лет, и сейчас я понимаю, что люди моего возраста, прожившие 90-е, они вспоминают о них, как о времени светлых надежд, и прямо как будто они и не жили здесь все это время. Ну, вы знаете, это же психология. На самом деле известная история, что если происходит резкий спад, а потом медленный рост много лет, то это куда более воспринимается оптимистично, чем если имеет место медленный спад все эти годы, даже если по итогам выясняется, что во втором случае совокупные темпы спада вышли на уровень, который выше, чем в первом варианте. Мы с конца 12-го года падаем. Мы непрерывно падаем. И это у людей вызывает дикую совершенно депрессию. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть потенциал роста. И его очень глупо не использовать. Ну, до тех пор, пока мы не могли этого сделать в силу обстоятельств, мы были вписаны в некоторую внешнюю структуру, из которой нельзя было вырваться, потому что цена выхода, знаете, вход рубля, выход 100. Вот тот самый случай. Получили мы, в общем, не так много кредита, МВФ, еще чего-то, а выйти теперь стоит очень дорого. Но сейчас-то ситуация изменилась в сильно лучшую сторону. Вот. И по этой причине, ну и потом, вы уж меня извините, конечно, но мы подошли к ситуации, когда перед нами или обвал резкий, как и по всему миру, или мы все-таки начнем расти. Вот если мы начнем расти, то все будет совершенно замечательно. Вот так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Какой хуй, интернет. Да уж. Ну, что делать? К сожалению, с этим ничего сделать нельзя. Люди у нас странные. Вот, тут мне тоже пишут, что я считаю, что свои ошибки нужно признавать. Путин не виноват в деле Скрипалей, но люди приехали отсюда и кто-то их послал. Нет, их, безусловно, кто-то послал, только они никого не травили. А так, конечно, да, разумеется. Значит, на самом деле времени у нас осталось не очень много и мне хотелось бы еще дополнительно сказать несколько слов. Вот, повторю еще раз. Есть ситуация, когда плохое настроение общества связано с вещами психологическими. Ну, вот еще раз повторю, семь лет непрерывного спада. Это очень тяжело. А есть ситуации, когда она связана с вещами объективными. То есть, действительно, мировая экономика будет сильно падать в ближайшее время. Ну, вот, объективно будет падать. И по этой причине, если мы будем продолжать себя привязывать к этой экономике, то мы упадем тоже. Может быть, не так сильно, как они, но упадем. И мне кажется, что это неправильно, что надо отказываться от той политики, которой мы жили последние 30 лет. Сегодня это возможно. Более того, есть там косвенные признаки того, что тот же Путин на эту тему активно думает. Ну, кстати, обращая ваше внимание, он опять вернулся к тезису, о котором он говорил в декабре, о том, что идея выхода из состава Союза, СССР, была неправильной. Надо думать, не зря он это сделал. Я, на самом деле, всех призываю на эту тему подумать. В заключение мне хотелось бы сказать две вещи. Опять-таки, я напоминаю, что сегодня в 7 вечера будет мой онлайн семинар, на котором я, собственно, и буду рассказывать, почему нас ждет экономический спад и какого он будет масштаба. Ну, и что через там уже 5 дней, 11 июля в городе Санкт-Петербурге будет мой большой семинар, первый очный семинар после кризиса, связанного с эпидемией. На этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok